Здравствуйте, меня зовут Валерий. Меня зовут Наталья. Мы в браке уже 21 год. У нас трое детей. И сегодня мы вам расскажем о семье нельзя для мужчин. И о семье нельзя для женщин. Всю необходимую информацию о нас вы можете увидеть в описании и связаться с нами по той информации, которая там есть. Спасибо. И начнем. Нельзя для мужчин. Нельзя быть грубым. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Если она говорит, что это грубо, значит, это грубо. 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 Да, но это правда. Действительно, мы вроде бы читаем, как христианские семьи писания и встречаем часто такие испытания, искушения, когда мы привыкаем друг к другу. Когда мы уже притерлись, что с собой хочется, как дружбана, вот так, пам, по плечу какого-то. Ну нет, или я говорю, мне это обидно. А он говорит, я ничего обидного не говорил. Ну мне-то обидно. Так же и это. Если я говорю грубо, значит, грубо. Поэтому и писание нам об этом напоминает, что женщина это как раз для нас, для мужчин. Это не тот, которого мы можем хлопнуть по плечу, а это тот человек, которого мы должны бережно ценить, оберегать, прислушиваться. В том числе и к этим простым словам, которые я произнес после писания. Если она сказала, это грубо, есть смысл задуматься, то есть, что происходит с тобой. Потому что у мужчины может быть и у пастора очень много такой нервного служения, если так, ну это применительно к церкви, но это правда. Пришла там налоговая, пришли там пожарники, пришло еще что-то. И там в конце дня он может быть на взводе и грубо действительно где-то отпарировать, там что-то сказать. Я же занят. Ну и так же в мирской жизни, в обычной люди точно так же делают. Они приходят с работы, они говорят, я работал, он сапоги в угол кинул. Пришел, там что-то сказал грубое, не оценил, там что есть, там что-то там пожрать. Жена стоит, думает, что это такое. И это действительно даже словом можно таким, да, вот представляете, там человек стоял у плиты, там весь день, там или там с работы, многие же как работают женщины, прибежала с работы, приготовила еду, там зашла по дороге в магазин, все приготовила, там помыла. Человек приходит, ботинки в сторону, зин, жать, что это такое, не спасибо тебе, там, или Галя, да, там. Галя, да. Это классика. Да, и вот нельзя для женщины, нельзя недооценивать силу жены в ее словах. Ваш муж должен быть вдохновляем больше всего вами, чем кем-либо в этом мире. Твои слова имеют наибольшую силу и имеют зону доверия. То есть мужчины вдохновляются от слов жены, то есть как есть пять языков любви, и там есть слова поощрения. То есть для каждого мужчины очень важны эти слова поощрения, одобрения. И каждая жена должна быть самым главным фанатом своего мужа. Да, круто, правда. Нельзя для мужчин самоустраняться, прийти домой, отдыхать, закрыться внутри, уйти в себя и при этом быть духовным таким лидером для своей семьи. Требовать следования за тобой, твой авторитет вырастет из твоего участия в семье. То есть именно об этом говорят эти слова. То есть только из твоего участия, только не из той позиции, что ты устраняешься от всего и часто можно услышать, да делайте вы что хотите. То есть вот мужчины говорят так, то есть я так устал, но он по сути своей сотворен богом, лидером, да, вот мы сегодня говорим о пастырском лидерстве, но мужчины лидеры. И в мире сегодня очень много мужчин, которые это лидерство отдают. Просто так, забирайте. И такие слова вот на отмышь они кидают, да делайте вы что хотите, делайте что хочешь. Ну и некоторые женщины могут сказать, да, правда, ну хорошо. Ну еще и с удовольствием, я и сама все придумаю, я и сама умная, сама сильная. Ну а женщине нужно как-то выживать, естественно. И семья христианская, это не тот островок, у которого нет вот этих нужд. И где нет абсолютно, как я вначале сказал, да, там таких скандалов, выяснений отношений, все это бывает. И это наоборот говорит о том, что живая семья, да, то есть люди когда как-то реагируют, они живые, они живут, они как-то хотят изменяться. Ну хотя у мужчин психология такая, что если он устал и ему надо решить какой-то вопрос, он уходит в уединенное место. То есть он уходит в себя и там эту проблему прорабатывает, и потом выдает какой-то результат. Но надо выходить, выходить из себя, да, и из этой ситуации можно прорешать там и потом вернуться в семью и там озвучить какой-то результат своих умозаключений. Либо, ну, вернуться опять в жизнь и интересоваться, что происходит в твоей семье. Надолго не самоустраняться. Я думаю, тут речь идет такая тоже о том, чтобы и женщина понимала, что и мужчине иногда очень важно уйти, и можно увидеть даже мужчин, которые вот сидят у телевизора, да, там кто смотрит телевизор, это там часто. Или в компьютере, лента листается. И что-то листает, листает, и очень часто они не видят ничего, то есть, ну, кажется, что он там много информации, или щелкает там канал, там у него тысяча с чем-то сейчас, там может быть каналов, он чик-чик, и он говорит, что ты там сидишь, щелкаешь, что там, ну, непонятно же ничего. А он решает какие-то, он не смотрит ничего, он решает свои какие-то вопросы. Ну, это вот, конечно, не про первующее. А женщина, наоборот, она должна проговорить. То есть, мужчина, если уединенно решает проблему. Но вот мужчине очень важно, просто вот именно в этом состоянии тоже не оставаться, не отдавать все такое на самотек, что там вот женщина, естественно, начнет решать что-то. Да, и второе нельзя для женщин, это ныть, ругаться и сражаться с мужем, пытаясь сделать из него благочестивого мужа Божьего. Как-то нельзя ныть, ругаться. Но всегда мы это будем делать, конечно, ныть, ругаться, зудить, пилить, да. Но, да, надо осторожно. Особенно, если делать, ну, пытаться сделать благочестивого мужа. То есть, он сам должен это лидерство взять и сам вести семью. Нельзя сделать из мужа лидера, мне кажется, женщине. Он должен быть. Своим нытьем, да. А женщине хочется, да, то есть, как бы создать какой-то образ такой, но если его нет, то тут нужно, конечно, молиться, тут и работать, это там отдельно уже, да. Нельзя ожидать, что жена или церковь будет вести духовно твою семью. Это твоя позиция перед Богом. Мужчина делает, делай первый шаг, бери ответственность. Как первое Коринфянам говорит, 13 глава, 11 стих, когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Но так случается, что, как мы говорили, то есть одно из другого вытекает, вот об этом лидерстве. И в этой ситуации здесь тоже описано, что мужчина может и пастор даже отдавать это лидерство и там ожидать от жены, что она решит что-то, а она что-то сделает. Часто так действительно бывает, есть такое искушение, если даже христианская крепкая семья. Нельзя недооценивать важность женского характера. Обычно ожидания по характеру относятся к мужчинам, но мужчина хочет доверять. Его откровенность не повод для обсуждения среди подруг и не молитвенная нужда, в кавычках. Можно прийти к пастору, но он не трепаться об этом на каждом углу. То есть, если вам доверил муж какие-то свои секреты в беседе, да, это не повод для молитвенной нужды всего прихода. Да, господи, благослови, да, мы его можем. У него проблемы небольшие. Не, ну конкретно проблемы не надо. Я не стал, не говори. Нельзя посвящать себя чему-то или кому-то больше, чем супруги. То есть, это могут быть старые друзья, увлечения, хобби, интересы. Не удивляйся, что жена не в настроении, у нее болит голова. Да, то есть, это действительно касается и пасторских семей, и, ну, любых отношений семейных. Безусловно, когда у мужчины есть какое-то хобби, это хорошо. И в одном из семинаров мы как раз рассказываем, что как жене хорошо бы участвовать тоже в этих хобби, да, там, поддерживать их. То есть, ну, нельзя лишать. Ну, и когда мужчина перебарщивает, да, там, он постоянно, например, на рыбалке, на льдине его где-то носит, да, там, как мамонтенка. То есть, это, ну, и все, его нет. Естественно, у нее может болеть голова, у него могут быть какие-то свои дела, и как-то формируется своя жизнь. Да, то есть, уже и разница. Так, для женщин нельзя кричать, плакать или молчать для манипуляции своим мужем. И говорить, я просто такая женщина. Нет, Библия называет это слабостью и грехом. Галатам 5, 22, 23. Можно прочитать, посмотреть будет, да. Ну, тут про манипуляции, конечно, да, что... Молчать за... Вот мы практикуем. Я особенно, если я обижаюсь, я замолкаю, да. У меня никому в истории не работает. Галатам 5, 22, 23. Надо посмотреть, да, что там написано такое. Она молчит, я не могу, все, у меня уже, у меня нарушение баланса любого. Там происходит сразу... Я манипулирую, я обиделась, я молчу. Мужчины тоже могут так делать? Они могут, но в нашей семье, да. Он носорог, а я... Ёж. Ёж, да. Я ухожу в себя, закрываюсь. А мне надо все, как носорог, я выясняю отношения, я мотаю руками. Не знаю, как и наоборот, но так легче, мне кажется, что когда мужчина хочет выяснить все, а женщина замыкается, ей легче уступить. Но если когда муж замыкается и молчит, и уходит в себя, то женщине достаточно трудно пробить эту броню. То есть, да, это надо постараться еще. Не мытьем-то катанем, да. Согласен, я пробиваю, да, то есть я все, я все, я пока не... Вот мы не примиримся, чтобы во гневе не зашло солнце. Даже ему тяжело. Да, мне даже тяжело, это очень. Все хорошо. А вот, кстати, да, будет у меня следующий пункт. Давай сразу его зачитаю. Нельзя говорить все нормально, когда ненормально. Он не экстрасенс и не должен угадывать ваши мысли. Нужно в любви говорить правду о проблемах. То есть тоже очень... Я люблю говорить... И не ругаться. Не, ругаться можно, выяснять отношения. Это надо как-то... Надо просто, ну, находить все силы, примирить. Примиряться, да. Должен замалчивать проблему. Какой смысл? Все равно она потом рано или поздно прорвется. Потом в семье, когда уже дети появляются, и они являются участниками наших конфликтов, надо так же понимать такую вещь, что если мы поссорились при детях, и они там слышали, видели, при детях же нужно и помириться. То есть они должны понимать и иметь модель примирения. Потому что очень часто люди не умеют примиряться. А это с детства прививается. Хотя они говорят, да мы уже знаем, мы уже слышали, что вы там примирились. Мы все равно мы хотим зафиксировать. Мы не поссорились, но мы примирились. Да, очень четко, так прямо и говорим. То есть приходим на кухню или куда-то в комнату. Потому что они участники, они слышат все равно наш разговор, даже если шепотом это происходит. Чего ты палишься? Нет, бывает не шепотом, а бывает вот эта тишина. Это же конфликт, правда же? То есть мы вот молчим. Это бывает там шумим, а бывает просто молчим. Это же понятно. Мы можем закрыть там глаза на все уши и думать, что дети ничего не видят. Они все понимают, они анализируют, они смотрят, делают выводы какие-то для себя. И у них тоже такие раны. Что происходит? То есть вроде бы такая любовь, они же в любви рождены, живут, особенно в христианской семье. И вот такое здоровое отношение к жизни вообще вырастает. Нельзя, для мужчины нельзя доказывать правоту больше, чем желать устранить конфликт. То есть это тоже очень важно понять. И никакая правота не восстановит разрушенных отношений. Не сражайся в отношениях, сражайся за отношения. То есть это вот такое правило для любой семейной пары, для любого возраста. Действительно мы в большей степени мы часто хотим, ну как бы передавить. Особенно мужчина, он сильнее. Бывает и женщина, да, тоже себя чувствует так уверенно и давит друг на друга, да. То есть это где-то и могут подкалывать, могут действительно причинять боль. И это такое вот как придавить, то есть, да, человека. То есть нажать на него. Я не понимаю. Да. Ты совсем не понимаешь. Давай я тебя придавлю. Как ты любишь. Все как мы любим. Да, да, все так. Так нельзя. А я же пропустила, проскочила. Нельзя близко дружить с другими мужчинами, строить сторонние эмоциональные связи. Флирт как в реальности, так и онлайн. Это 100% разрушит любовь в отношениях. Флирт наносит ущерб. Хорошо, что вспомнила, что пропустила. Хотела умолчать. У меня тоже обе стороны работает. Ну да, у меня тоже, да. Ну просто многие вещи... А ты тоже его пропустил. Я не пропускал ничего. Как это? У меня по очереди все идет. А, да. Все не надо, у меня все ходы записаны. Шестое нельзя. Это флиртовать с другими женщинами, как в реальности. Так и онлайн. Ну что, современно как-то, да? Уже такие новые понятия. Это онлайн-то нельзя сразу. Нельзя. Да. Это 100% разрушит любовь и отношения. Флирт наносит ущерб. Не лайки и жены подписываются. Да. Совершенно верно. Если что, мы им говорим, епископ сказал. Притча 6, 27, 28. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим уголям, чтобы не обжечь ног своих? И бывает люди, да даже служители у нас, многие работают на светской работе. То есть соприкасаются с разными женщинами, да, там это пасторы могут быть, просто прихожане наши, да, там, ну, и начинается какой-то флирт. Больше времени проводят вместе, разговоры, то есть вот очень важно, конечно, здесь следить, и Бог воздаст, ну, старится из-за этого всегда вот в отношениях с супругой, то есть всегда, ну, чтобы с открытым сердцем перед женой ходить, и если что-то там такое там замечается, какой-то флирт даже с другой стороны, но надо понимать, что, ну, как бы, не то, что там делиться, либо вообще отстраниться и, ну, как бы, решить сразу на корню, либо с женой, то есть поделиться, помолиться вместе. Да, там что-то такое происходит, вот, ну, хотя бывает, грех, конечно, нахватывает так, что это такое превращается в тайну, да, там, и вот, и все, это вот, конечно, это такая беда большая, может войти в дом. Никаких флиртов. Нельзя унижать мужа в глазах детей. Ну, мне кажется, вообще нельзя унижать в глазах детей. Открывать и изливать проблемы с мужем на детей, открывать наготу мужа, это растит неуважение к отцу в них. И однажды, когда вам понадобится его власть и авторитет, его не будет. То есть, да, нельзя унижать в глазах детей. Ну, да, это такая печальная картина, на самом деле, я вот встречался с такими ситуациями, это так больно смотреть, когда ребенок подходит и так по-хамски себя ведет с отцом, и понимаешь, что это вот как раз посыл такой от матери, то есть это ужасно. Это прямо вот. И потом он неуправляемый. И сам ребенок неуправляемый, потом вот это оружие, он против матери тоже направит, то есть он все, у него весь его авторитет, это как с Богом нарушение отношений происходит у человечества. И все, они какая необузданная, они не знают, куда себя девать, они хотят здесь себя применить, здесь, здесь. А самого главного нет, нет Бога в их жизни, в их сердце и в их семьях. И в этом же, если человек с детства находится, это страшно очень. Седьмое. Нельзя быть слишком гордым, чтобы обратиться за помощью, особенно в отношениях. Иоанна 5, 16. Признавайтесь друг перед другом и в проступках, и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Конечно, вот для мужчины это очень такое... Проблематично обратиться за помощью. Я, допустим, такой человек, что в каких-то духовных вопросах я, может быть, как-то могу за помощью, а я себя вспоминаю всегда, например, если мы приехали на машине куда-то, едем по городу, мне Наташа все время говорит, давай ты спросим, вот человек идет, я сбился с маршрута в дорогу. Нет, я сам. И вот для мужчин очень важно сделать такие... И вот есть какая-то задача прямо сделать самому. Но в некоторых... Ну, часто я, конечно, там выезжаю, но бывает уже все, и она говорит, ну, давай ты спросим. Ну, давай. Скорее всего, мы купим карту или навигатор, или денег кинем на телефон, включим навигатор. Ну, да, вот это такое есть. У меня вот, по крайней мере, в этих делах, я не хочу никого беспокоить. Мне важно сделать самому. И таким бонусом нельзя использовать эти пункты против жены. Да, это очень важно, потому что, да, а эти пункты нельзя, да, против мужа использовать, потому что это может таким быть, как оружием, ну, неправильным. Спасибо. 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 Спасибо.